Всем привет! Меня зовут Поля. Я стилист-имеджмейкер и в моем профиле в Instagram уже более 300 тысяч подписчиков и читателей. Этим видео я начинаю свой путь на YouTube-канале. И, собственно, первое видео будет достаточно интересное и познавательное. Я заказала в трех разных брендах абсолютно одинаковые белые футболки. Они идентичные по составу, это 100% хлопок, похожие по фасону. И я хочу на примере вот этих трех футболок разобрать и показать, что такое качество, что такое вещь, которая стоит 200 рублей и что такое вещь, которая стоит 3000 рублей. Это касаемо как раз ценовой категории этих футболок. Так вот, я прямо при вас сейчас распакую. Я дождалась все три посылки, потому что они были заказаны в разных магазинах. Прямо при вас сейчас распакую эти посылки, покажу вам эти футболки, как они выглядят, расскажу вкратце какие-то бренды. Я заказала все футболки в размере L, для того, чтобы они не были слишком в обтяжку, такие свободного кроя, простые белые базовые футболки. Ну, на первый взгляд, что я вижу, это достаточно тонкая ткань, то есть она явно будет просвечивать, белье будет через нее видно. Вот так выглядит внутренний шов рукава. С лицевой стороны вот таким образом выглядит. К разной рекомендации к стирке. Например, вот это Остин. И здесь 30% рекомендованная температура для стирки. Ну, вот пока снимала этот ярлычок, увидела торчащие нитки. Еще хочу сказать, что, конечно, у каждого бренда хлопок отличается. Я это прекрасно понимаю. Но я выбрала, так скажем, ценовую категорию, я выбрала 100% хлопок. Поэтому будем сравнивать, собственно, стоит ли покупать футболку за 200 рублей, или все-таки нужно отдать за нее 2-3 тысячи и носить долгий год. Она стоила на 399 рублей, и я купила ее по скидке. Она где-то стоила на 250. Так, следующая посылка и следующая футболка у нас из магазина Uniqlo. Сразу хочу отметить, что доставка в этом магазине платная, но у них совсем недавно появился интернет-сайт и возможность, в принципе, заказывать с доставкой домой. Поэтому открываем. Вот так выглядит футболка из Uniqlo. У нее уже достаточно плотнее хлопок по сравнению с предыдущим нашим экземпляром. Скорее всего, от белья, например, не будет просвечивать. Очень плотный хлопок. 100% хлопок. И сделано во Вьетнаме. Это футболка из магазина Uniqlo. На первый взгляд, достаточно все ровно. Можете посмотреть вместе со мной и оценить, насколько ровные строчки идут. И прям все достаточно хорошо. Вот, например, внутренний шов рукава. С другой стороны, этот шов выглядит вот так. Третий экземпляр из магазина Darko. Вот так вот это все упаковано. И, собственно, вот так вот выглядит футболка. Сделана футболка в Марокко. По ощущениям, очень приятный трикотаж. Прям такой менее плотный, чем Uniqlo. Но более плотный, чем Востин. При этом, ну, прям, очень приятная ткань. Думаю, приятно будет к телу. В общем... А, это футболка за 2,999 от бренда OuterCore. Вот, покажу вам воротник. Также внутренний шов. И лицевая сторона. Если тут небольшие ниточки торчат, не обрезанные на плече. Ну, в целом, все достаточно неплохо. Сшито, прошито. Но, если честно, эта футболка не выглядит за 3,000 рублей. На данной футболке рекомендации по стирке. Это ручная стирка. Тоже у нас 100% хлопок. Ну, а теперь наступило время примерки. Я примерю каждую футболку и покажу, как она, собственно, сидит. Ну, вот, первая футболка у нас из Остин. Я думаю, невооруженным взглядом видно, что она просвечивает. И это не есть хорошо. Подобные тонкие ткани на футболках очень сильно дешевят ваш образ. И выдают, собственно, стоимость. Ну, и к тому же, когда видно белье, это не очень красиво и не очень эстетично. Второй вариант футболка из магазина Uniqlo. Вы уже можете заметить, что сидит она гораздо лучше, чем предыдущий вариант. Ткань у нее плотная, белье не... Третий вариант из магазина Utrekwe. Вы знаете, она тоже очень приятна к телу, хорошо села. Здесь уже такая более свободная. И идет немного тоньше, чем из, например, Uniqlo футболка. В принципе, мне тоже нравится на попосадке. Если рассматривать для летнего периода, эта футболка, наверное, будет комфортнее. Потому что футболка с Uniqlo нам более плотная. Ну и думаю, главный вопрос. А, собственно, какую футболку выбирать? Футболка за 3000 рублей из магазина Utrekwe в принципе неплохая. Она мне нравится по посадке. Она нравится мне как по качеству. Как она, собственно, к телу. Но, на мой взгляд, это небольшая переплата за простую белую футболку. То есть белая футболка из магазина Uniqlo за 999 рублей. Это оптимальный и идеальный вариант. Она у вас не, так скажем, сядет после первой стирки. Она будет действительно выглядеть достойно и хорошо очень долгое время. При этом она стоит 1000 рублей, что очень доступно. Я думаю, что многие уже поняли, что футболку из Остин не стоит покупать за 265 рублей. Вы ее, скорее всего, выкинете даже после первой стирки. И она, в принципе, уже выглядит на свои деньги. То есть она выглядит дешево. И через нее просвечивает белье. И она не украсит ваши образы. Но выбирая из этих футболок, я бы все-таки отдала предпочтение футболке из Uniqlo. Потому что соотношение цены и качества вот в этой футболке. В разнообразии в простой образ белой футболкой и джинсами мы можем добавить, например, верхний слой. Это какой-то яркий жакет, либо кардиган. А также не забывайте использовать стильный и актуальный аксессуар. Простую белую футболку можно использовать, в принципе, абсолютно в любых образах. Как с платьями, с юбками, с джинсами, с чем захотите. Это такая вещь, которая должна быть точно в вашем гардеробе. Потому что белая футболка считается базой. И она поможет вам в составлении огромного количества образов. Благодарна вам за поддержку к этому видео, к вашим комментариям. У меня это что-то новое. Такой формат, ютуб-канал. Поэтому я надеюсь, что вам понравится. Что ваши комментарии, лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал.